Здравствуйте. Кому-то и суток не хватает, потому что на суету. А она успевает все, ибо делает то, что очень важно, когда и время движется по-другому. Эта женщина бывает, если не везде, то, по крайней мере, во многих местах. И порой кажется одновременно. Успевает же. Талантливая актриса, гуманист и борец за справедливость Рима Зюбина сегодня с нами. Рима Зюбина. Актриса Киевского академического молодого театра. Родилась в живописном украинском городе Ужгороде. Окончила Киевский университет культуры и искусств. Разное время работала в театре драмы и комедии на левом берегу Днепра, в театре юного зрителя на Ливках, в театре Браво, в мастерской театрального искусства Сузирья, в театре Золотые ворота. В спектакле с участием актрисы побывали на престижных театральных форумах. Эдинбургский фестиваль в Шотландии, Каевский в Египте, международный фестиваль «Золотой лев» в Украине. На ее счету сотни сыгранных ролей в спектаклях и кинофильмах. Первая театральная роль была в спектакле «Хочу сниматься в кино». Обладательница профессиональных премий «Киевская пектораль» мечтает работать у талантливых режиссеров в любой, даже эпизодической роли. Любит творчество кинорежиссеров Ларса Фон Триера и Александра Сокурова. Имеет активную жизненную позицию, помогает онкобольным детям, обездоленным людям, раненым бойцам в госпиталях и в зоне АТО. Истинная патриотка остро переживает все, что происходит в стране. Рима, здравствуйте. Какая реклама, Людочка. Я же растерялась. Не все успеваю. Не все успеваю. Могу сразу. Да, конечно же, страдают близкие, страдает дом, страдает семья от этого. Вот в этом анонсе маленьком, там есть такая доля правды, потому что недавно как-то смотрю пропущенные звонки, и там в три часа ночи звонил мой друг, мой парикмахер, мы там с детства с ним знакомы, Димочка. Я перезвонила, говорю, Дим, а что случилось? Он говорит, ну вот мы сидели ночью, и компания как-то разговорились, и одна женщина такая состоятельная говорит, я хочу вот помогать и армии, и беженцам, но я хочу конкретно в какие-то руки давать, чтобы оно не утекало никуда. И Дима говорит, конечно, я сейчас позвоню своей подруге, которая в этой стране занимается всем. И вот это занимается всем, оно, конечно, смешно, но приходится просто, сейчас нельзя иначе, нельзя просто. Рим, я вот хотела первый вопрос, такой уже это такая прям была у нас, к разговору была, вопрос хотела задать, обратившись к одной из твоих цитат, ну я, естественно, в фейсбуке в твоем посидела, посмотрела, чтобы так быть в курсе, чем ты там дышишь, чем занимаешься. Вот такая цитата одна, она мне понравилась. Мне кажется, мы очень изменились за последние месяцы, настолько, будто прошло лет 10. Очень быстро живем и быстро многое усваиваем. А для тех, кто не успевает, я бы по всем каналам крутила видео из Нижегория. Ну и в чем, собственно говоря, вот эти изменения ты ощутила в себе и в людях? Изменились, да, изменились, повзрослели, может быть, стали жестче. Но вот эта вот спрессованность времени и то, что я всегда говорила, почему я так живу, там еще до Майдана, и очень-очень как бы, с одной стороны, можно подумать, что это суета, с другой стороны, это как бы моя жизнь, когда мне надо много-много всего делать, я не могу просто лежать на диване. Ну, у меня всегда есть ощущение вот времени, что оно уходит, что у меня есть только один дубль на мою жизнь. У меня второго не будет. И вот это вот, конечно, и вот этот момент, опять-таки, сопричастности к истории, что мы здесь и сейчас участвуем. Ну, хотя бы, сейчас я очень во многих вещах разочаровалась, но тогда мы же верили в то, что мы вершим судьбой своей страны, что мы сопричастны, что мы руководим, что мы, вот мы все вместе. И очень сейчас не хочется верить в то, что все-таки есть какие-то кукловоды, и ты был лишь марионеткой в чьих-то руках. А ты ощущала людей, ты с ними общалась очень многие, это когда люди собираются вот такой большой, большим таким количеством, это как бы там и идеи как бы всеохватывающие, да, и люди обычно как бы подвержены мнению, то есть оно близко, это даже на уровне энергетики, когда соприкасаешься локтем, рукавом, одним прикосновением руки друг к другу. Когда ночью мне очень холодно, а я понимаю, что я попала как раз в то время, когда ровно в два, в три, в четыре сначала был гимн, молитва, и это всегда минут 15, а я вечно с этим бульоном в него время приеду, и тут как бы не будешь разливать этот бульон, а тут надо подождать, пока пройдет этот очень-очень важный такой уже ритуал, который был на Майдане. И я вдруг понимаю, осознаю в какой-то момент, что мне так холодно, так мне холодно. Я оглядываюсь назад, смотрю, а там такие гарни хлопцы стоят, да, такие сильные. И я начинаю двигаться так, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, чтобы быть ближе, 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 потому что даже в радиусе одного метра, когда мы находимся, оно уже теплее становится. Кто-то обязательно замечает, что тебе холодно, ведет тебя к этому костру, к этой бочке, и ты начинаешь там греться. Да, это все очень важно. Вообще, у меня было всегда такое ощущение в тот период, ведь милиция, которая потом сразу флажки понадевала через два дня, в конце февраля, это все же очень цинично. На улицах было страшно ходить и беркут, и милиция, и просто стукачи, и люди, которые не понимали этого. А вот сюда ты попадаешь, я когда-то так назвала, это такой украинский Ватикан. Вот у меня тогда было такое ощущение, что если вот здесь вот мы обнесем забором эту территорию, то мы здесь сможем себя прокормить, одеть, обуть. Когда в Киеве выпал снег, и весь Киев стоял, потому что некому было и нечем убирать, здесь было чисто. И по ночам я точно так же стояла с людьми и убирала этот снег. И не было того, что ты занимаешься какой-то не той работой, недостойной тебе. Вот это вот такое было, такое единение идей, людей. И тут было светло, тут было очень, тут не было страшно. Вот, наверное, на какое-то время создалась такая общность людей, организация, равная в правах, равная в каких-то, то есть без сословий. Вот все были равны, все были едины. Здесь родилась национальная идея, которая говорит, что вот у нас почему так все размазано, да, вот так диффузно. Нет национальной идеи. Вот здесь вот она, наверное, сформировалась. Очень хотелось бы, чтобы все-таки те люди, которые в государстве должны заниматься идеологией, должны заниматься, в каждой стране должна быть идеологическая программа, чтобы они все-таки лучше использовали из этого, пока я не вижу этого абсолютно. Как ты считаешь, вообще вот люди искусства, творцы, да, вот сейчас война? Это не АТО, это война. А мы представители творческой интеллигенции, да, вот люди искусства, телевидения, театр, кино. Своими творческими проектами, телевизионными проектами, художественными, допустим, документальными фильмами, мы как-то можем влиять на умы людей, мы, глашатая, мы словом можем бороться, да. Это тоже наш, если там война, там фронт, а это наш второй фронт в стране, да. Вот слово может быть оружием. Оно и есть оружием. Это показала нам российская пропаганда, российские СМИ, что слово является, ну, сброею, да. Да, это у нас в классической литературе нашей украинской есть. Оно, естественно. Но просто в этой стране у власти были люди, которые не заинтересованы были в том, чтобы говорить правду людям. Ну, если можно сейчас про Бандеру почитать то, что в умах россиян или украинцев, не знающих. Хотя я понимаю, что должны существовать, может быть, какие-то, ну, прямо как ликбезы. Люди, самое страшное, что люди не хотят образовываться. Вот людям удобнее жить по учебнику 53-го года истории и всё. И, ну, ведь сейчас одной кнопкой можно зайти в интернет и узнать всё. Но почему-то люди нажимают другое в поиске и другие кнопки нажимают. И вот я не знаю, как это объяснить. Я не знаю, когда меня спрашивают вот о том, что сейчас патриотизм, всплеск патриотизма. Для меня вообще никогда не было этого вопроса. Для меня это всегда была моя родина. Для меня всегда, вот сегодня я даю интервью, это я могу на пальцах одной руки почитать, где я давала интервью на русском языке. Для меня была всегда принципиальной позиции украинский язык, единственный государственный украинский язык. Я могу говорить по-русски, я могу говорить по-польски, но одна страна, один язык, одна идеология. Мы не рвёмся, мы этот поезд не разворачиваем вот так или туда. В Англии от того, кто придёт к власти, та партия или та будет правящей, уже как бы Англия не повернёт кардинально в другую сторону. У нас это так и происходит. Вот значение творца, художника в данном случае, певца, режиссёра, актёра, который выходит на сцену, режиссёр, который ставит спектакль или снимает кинокартину. Да, к сожалению, конечно, театр не может реагировать. Он отвечает именно в данном случае этот человек, который берёт на себя такую ответственность, такую миссию. Ведь он формирует общественное мнение, он формирует мысли, чувства, взгляды зрителей. Он влияет, он властитель дум, как говорилось раньше. Я считаю, что я отвечаю за то, что я делаю на сцене, хотя я только проводник, как бы, да, я несу то, что от автора, режиссёра, от концепции режиссёрской, я несу это. Но я отвечаю. А во сколько раз увеличивается вот эта ответственность за то, что ты делаешь во время, в то время, когда у нас война, когда стреляют грады, гибнут люди, да? Что, на мой взгляд, должно происходить, конечно же, в Украине. Театру очень сложно. Театру как государственному и вообще бюджетному учреждению развернуть полностью свою репертуарную политику в одночасье, в один день. Мы за одну неделю не можем поставить 20 спектаклей для того, чтобы наполнить репертуар. А в репертуаре, как минимум, должно быть 20 спектаклей, на которые ходит зритель. У нас же не система, что выходит премьера, как эта английская система. Ну да, у вас же Афиша, да. И идёт... У вас репертуарный театр, а не репризы, где вы можете... Да, и идёт одно название. Значит, естественно, мы должны учитывать все вкусы зрителей. К сожалению, вкусы наших зрителей очень сомнительны. «Браво» кричат и после низкосортной комедии, на которую, ну, просто стыдно смотреть. И после очень глубоких спектаклей с потрясающими актёрскими работами, с удивительной режиссёрской работой. И там же тоже вскакивает зал весь и кричит «Браво». Ну, спасибо нашему украинскому зрителю, что он такой неискушённый и что он очень добрый. Благодарен за всё. Он благодарен за всё, да. Ну, очень... Ну, у многих актёров и режиссёров планка, конечно, совершенно слетает, и они думают, что они гении, и это так и происходит. Но есть такой жанр театра, который называется документальный театр. И вот как на Майдане Наташа Ворожбит и Андрей Май, и целая группа режиссёров, актёров и культурных активистов записывала вот эти все свидетельства каждого человека, и потом создавали вот сейчас создана такая пьеса «Дневники Майдана». Она идёт в театре Франко. Було якесь піднесення, коли всі падаючі співали гимн. Було таке якесь дивное відчуття, нашему мозгу тут не подобается. Думаю, ну я це? Що це таке? Людей бьют, гасят, а что с такой жестокостью? Я ещё памятаю, там один перпутывается, так бьёт людину, піднімає шлем, опускає шлем и дали газ. Душу й діло ми положем за нашу свободу, і покажем, що ми братья козацького роду. Це ж п'єсу, ми там ввозили её, наприклад, в Гданськ. Ми просто читками займалися на солідарність. Гданська я пригласила, і це було в марте, в конце марта. А, конечно же, сейчас нужно говорить, ездить і показувати це людям, вот, опять-таки, тем, у которых информационний вот этот вот голод, которые этого ничего не знали. Я їжу под Славянск в Николаївку, но я предпочитаю общаться с дітьми. Я считаю, що ми сейчас должны спасати дітей. А театр... Конечно, треба учитывать такие моменты, потому що мені було стыдно выходити і грати комедії, коли були похорони Михаила Жизневського. Я позволила себе выйти перед спектаклем, хоча все мої колеги були проти. І сказали, що це театр, і люди сюди прийшли віддіхати, розвікатися. Ну, для мене театр – це не розвлечення. Для мене театр – це елітарне іскусство. Для мене театр – це театр – це театр, що десь вирішувати твоі душевні качіства. Часто, коли спрашиваєш некоторих деятелей, вже известних, вже умудренних сединами і зазваннями, і, так сказати, зо всеми регалиями, і в данному влічі і в Росії дуже багато, коли, пряча глаза, опуская глаза, і так я понимаю, що люди ориентируються, і понимають, і дають адекватну ноту. Але вони кажуть, що я не понимаю, я не розбираюсь в политі, я стараюсь не вмешиватися, я не вне политики, я не вмешиваюсь в политику, я не знаю. В період соцреализма была самая главная фраза. Жить в обществу бути оторванному від нього невозможно. Тогда почему-то ми поддерживали политику КПСС, партии, і ставили спектакли к 7 ноября, к 1 мая, к дню рождения Брежнева і все остальное. Тогда все занимались политикой, да? Були вне политики, але все знали, що происходит. Але все були запроцентрированы. А сейчас почему-то как-то очень удобно. Я тоже слышу от некоторых своих колег, і от українських тоже, що я там вне политики, чистого искусства не существует. Вот в чем дело. І развлекати наш український театр так і не научився. Потому что другие были задачи у театра. Вот если сравнить спектакли Бродвее, вот там идет развлече, там идет шоу. Так давайте мы не будем себя обманывать. Все-таки есть предназначение, я бы даже сказала, так славянского театра. І це совершенно другое направление. У мене один мой друг, він 20 років працював здесь, із Канады. І він тогда во время Майдана спросив, «А що, театры сейчас работають? А що ви играете?» Да, наверное, ми должны були не играти в какой-то период, але це руководство решає театр. Вот эти комедії, якого-то такого, може бути, совершенно сомнительного качества. Потому что є в репертуарі і Чехов, і там у каждого театра, і Достоєвський, і Толстой, і Франко, і Лоси Українка. Але я теж несу відповідальність за те, що я роблю. Якщо після моєго спектакля чоловік виходить і задумується о смыслі життя, ну так дуже примитивно, задумується, зачем, для чого, і що він, хто він, то це, я считаю, що це зерношко того, чого я, за чим я теж живу. Ти написала таке обращення, офіціальне, я обратилась к арт-директорам, о том, що, господа, прошу мене більше, ну так, парафраз на твоє высказування, що не приглашать більше мене в сериалы, российські сериалы, і що деньги для тебе пахнут, і все. Всем спасибо, до свидання. Мої съємки окончены. Да, на следующий день я позвонила одна девочка из совместного проекта тоже, сказала, ну давай, как будто я тебе позавчера позвонила, ты же вчера только написала, давай, как будто я тебе позвонила позавчера, ты согласилась, а потом ты уже за ночь там что-то передумала. Я сказала, нет, я так не могу. Нет, потом летом у меня, наверное, летом, вот где-то 4 проекта, потому что я все переспрашивала, чьи титры идут, что. Если это продукт украинской компании, мы можем, конечно же, снимать действия, которые происходят во Франции, в России, в Польше, да? Мы же эти истории снимаем, там я француженку играла, там я играю разведчицу, там еще кого-то, да, но если тут идут конкретно титры российского канала, российская продакшн студии, то меня там нет. И недавно меня позвали как раз на украинский один проект, и удивились, потому что говорят, ну нам сказали, что вы не придете, точно вот не придете, потому что, ну там на русском языке, и все, я говорю, подождите, надо немножко там разделять, потому что народ немножечко уже так однозначно меня отнес к этой категории. Но, да, я уже думала, может быть, это были бы те деньги, которыми я могла бы помогать, как волонтер, помогать раненым, помогать беженцам, помогать нашим военным. А как ты относишься, вот ты отказалась, да, приняла такое решение для себя, как бы поступок, а как ты относишься к коллегам, нашим общим знакомым, коли мы их знаем очень близко, даже очень близкий театр тебе, допустим, которые соглашаются, и снимаются, и снимались. Это их выбор. А как должны вообще, вот как ты считаешь, вот это время, вот ты говоришь, что репертуар нужно пересмаривать, невозможно, зрители не всегда, то есть репертуарный театр, не всегда афишу можно вот так вот взять по одному, как бы, и изменить, потому что это же спектакль, нужно заполнять каждый день спектакли. А как вообще актеры, артисты, театральные особенно, ну и киноактеры, могут приобщиться вот к тому, что происходит в стране, вот свою, как бы, посильную лепту, свою, как бы, внести тоже свой вклад. Каким еще, какие еще есть выходы? В данном случае, вот то, что я так посмотрела, сориентировалась, вот допустим, письма с фронта, да, наверное, это было раньше, уже, наверное, нет, там и Владимир Горянский, и Ирма Витовская. Да, 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 вот что это было, расскажи, вот обращение такое к бойцам-оток, к нашим воинам. Это мои друзья, это режиссер Саша Копейкин, и его жена Наташи Наумова, которая стала просто безумным волонтером, так она уже, ну все, всем она занимается, и вот она решила сделать вот такие обращения, это на малой сцене театра Франкова писалось. Солдатики, воины, я хочу обратиться к вам со словами любви и поддержки, и благодарности, поддержки в вашей нелегкой работе, в вашей службе. Наше мирное небо сегодня здесь, благодаря вам. Будьте мужни, мы вас любим, мы за вас переживаем, и война – это всегда жахливо, а тем более, когда война такая, и тогда, когда никто не сподевался на это, 21-летие. Молимось за вас мая. Бережите крыла, оставайтесь людьми, повердайте себя живыми, бережите один одного. Дорогие герои, вы знаете, в любые времена, когда была война, снимались комедии. А снимались они для чего? Чтобы поднимать боевой дух людей и говорить о том, что завтра будет обязательно победа. Я хочу, чтобы вы пришли здоровыми, чтобы я ходила до вас на веселье, и я даже погоджусь быть у вас безкоштовной тамадой. Идея очень хорошая, я считаю, что, конечно же, нужно говорить, нужно проявлять. Но можно начать даже с элементарного открыть двери театра и каждый спектакль выделять количество мест, как, в принципе, почти все театры города Киева сейчас это делают. Выделять эти места для ребят, для бойцов, которые сейчас приезжают немножечко отдохнуть. Либо для беженцев, для переселенцев. Это тоже наша рука помощи этим людям. Актер должен говорить. Актер должен где только возможно появляться. Я знаю Раису Степанову Недашковскую, которая ездит, читает в своем очень красивом возрасте. Ну, последние силы она отдает, она и в воинских частях, она и в армии, она и здесь, она везде. Можно так делать? Можно. В госпитале раненые бойцы. Ну, я вот поехала, я, например, поехала на День танкиста. Опять-таки, на День танкиста ездила в Десну, познакомилась с ребятами-танкистами, очень удивительными, мы поддерживаем отношения. Ну, из-за того, что я не пела и не танцевала, я читала. Ну, эти танкисты, они с тобой переписываются, пишут, и на фейсбук тебе пишут. Вот, и даже там такие просьбы уже, просто, чтобы ты повлияла на Министерство обороны даже, вплоть до этого. Есть у меня новая моя там приятельница, Мария Берлинская, она занимается аэроразведкой. Это удивительный просто человек, с которым мы познакомились, когда Наташа Наумова передавала ей теплую куртку. Я буквально за пять минут что-то рассказала, и закончился наш обед, таким образом Мария встала и говорит, вам обязательно надо работать в театре, у вас очень большой актерский талант. Она не знала, кто я. Для меня это было самым главным признанием, потому что, когда тебя знают и говорят тебе, это одно. Вот эта девочка, студентка Киева Могилянки, она была год на Майдане, и теперь она там. И там тоже очень много женщин. И потом, вот эти ребята-танкисты. Ребята, удивительно, у меня было совершенно знакомство, я из Иловайска вытаскивала троих ребят. Сестра Назара, одного из этих троих мальчиков, в 2004 году была на Майдане, Лиля. Мы с ней до сих пор общаемся. Она приезжала ко мне в гости. Каждый Новый год мы к дружке отправляем подарки. Это фотография, ты в обнимку с Назаром. Да, 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 да. Вот это знакомство с того Майдана переросло в то, что сейчас вот, а был очень такой, за одну неделю сначала они меня попросили из Жовкова, чтобы я помогла как-то отправить передачу Назару, потому что боятся, что на почту он может прийти, и там его могут схватить на этой почте. Я только нашла волонтеров, которые могут подвезти туда эту передачу, как в этот же день мне звонит Лиля, говорит, что вот они под Иловайском, и сейчас они без документов сидят в Днепропетровске, и боятся, что их как дезертиров могут захватить, схватить. Я сразу же понимаю... Римма не ренулась туда, Римма нашла сразу в Днепропетровске машину, Днепропетровский водитель привез сюда, к Наташе Наумовой домой, отсюда я сразу организовала адвокатов, мы приехали сразу же с ребятами-адвокатами, которые нам помогали спасать студентов театрального института, подружилась еще с этими ребятами, сняли все сразу на видео, все их свидетельства, все их показания, и вот эти вот истории, они меня не просто там преследуют, они везде, и поэтому моя помощь, она очень конкретна вот всем. Это ты помогаешь? Порыв души, что ли, поступки, которые ты совершаешь? Говорят, что подобные ей возвращают людям веру в совершенно очевидные вещи, такие как простое человеческое сострадание, взаимопомощь, небезразличие, все то, что наш такой развитой мир превратил в нечто необычное. Вероятно, человек, искусство с тонкой душевной структурой больше, чем кто-либо способен на это. А добрые сценические образы нашей гости превращаются в ею настоящих живых фей, спешащих на помощь. Все, кто верят в добро, помните, что его делать никогда не поздно. Встретимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова